Добро пожаловать на канал Neolife, всех приветствую! И сегодня мы поговорим о росте XRP и Stellar по плану B. Сегодня мы рассмотрим тему от Деорда Фила, что такое план B. Ведь как мы знаем инсайдеры и загадочные люди, Ридлеры, предсказывали на конец 2018 года грандиозные вещи и большие цены на XRP. Что же произошло, что пошло не так? И как мы знаем, абсолютно ничего не произошло. Риппл Ридлер не ехал на зеленом быке 5 ноября. И между держателями XRP, которые верили и теми, кто не особо верил, были одинаково разочарованы ценой на XRP. Затем в начале 2019 года официальный аккаунт Риппл Ридлер в Твиттере опубликовал короткое, но загадочное сообщение «приготовьтесь к плану B». Ну что же пошло не так с планом A? Давайте себе представим гипотетический мир, про который мы говорили недавно, в котором происходит переключение на новую парадигму, где XLM, Stellar, Lumen – это единая мировая валюта, используемая для покупки товаров и выплаты ипотеки. А XRP используется для обеспечения ликвидности для операций с производными инструментами на квадриллионный долларовый рынок. Для этого необходимо достичь такой скорости транзакции, которая необходима для выполнения этой роли, включая микротранзации. Сеть Stellar XLM должна масштабироваться до скорости 100 тысяч транзакций в секунду или более. И это невысокая оценка. В настоящее время он не может этого сделать. Потребуется разработать работоспособный уровень транзакций второго уровня, такой как Lightning Network. Но в 2018 году Stellar усиленно работали над таким проектом под кодом названием Starlight. Stellar намеревалась подготовить Starlight в декабре 2018 года. Но у компании Stellar этого не получилось сделать. А без возможности масштабировать Stellar, Lumen, Damas, возможно эта парадигма была отложена. Как раз таки на план B. Войдите во временный мир, где правительства могли бы удерживать свой фискальный суверенитет еще немного, пока технология не будет готова. Получаем, что по плану B мы еще немного ждем, пока компания Stellar не обеспечит скорость их транзакций, способных охватить весь мир для каждого человека. А мир бумажных денег будет обеспечен драгоценными металлами в цифровой форме с XRP в качестве моста между ними. Помните, что это только откладывает неизбежное. С XRP в качестве моста и легко доведенным до высокой стоимости благодаря небольшому рынку криптовалют унаследованная финансовая система увидит хорошее вливание триллионов долларов в ликвидность XRP для поддержания статуса quo, по крайней мере на какое-то время. Однако, если правительство продолжит перерасходовать средства и чрезмерно использовать заемные средства, долговой пузырь снова лопнет через несколько лет. И достаточно большой кризис все равно потребует полноценной реорганизации мировой финансовой системы под руководством всемирного органа, который выпустит единую валюту и будет управлять денежно-кредитной политикой для глобального блага. К тому времени, скорее всего, будет готова технология плана А. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok